мы стали счастливыми обладателями посмотрите какой машины друзья пишите свои поздравления мы купили volkswagen multivan посмотрите какой он классный а мы в полном составе мирончик насенька артем и родион едем в гаи ставить машину нашу на учет нам предстоит сейчас прям холодный пуск пробуем минус 9 за бортом так отлично на самом деле вчера еще запустил webasto она вот полчаса молотилу да как на дизелях есть просто например на мерси у меня и бласты не было у меня был встроенный подогреватель когда машину завел сразу идет теплый воздух и еще вчера помыл ляльку чтобы в гаи приехать на чистой машине все погнали в короче ну что мы подъехали к гаи вот тут находится наше удольствие гаи ну вроде по машинам машин не так-то много хотя а вот на парковке а вот на парковке много но я надеюсь что вы все-таки через госуслуги это делаем значит должно быть движение побыстрее вообще по моему идеально приезжать вечером под закрытие сейчас за полтора ладно будет видно в общем это полная 6 вот прям полная сейчас мы подъезжаем вот на площадку тут вроде никого нету пройдем быстро площадку я вам расскажу но это задница конкретная итак друзья рассказываем это полная задница когда я делал страховку в четырех страховых сказали что тех осмотра вот эта диагностическая карта не требуется в итоге мы сегодня приехали сюда и нас человек 20 стоит по госуслугам во первых по госуслугам очередь а по живой очереди нету самый первый парадокс и в итоге всех 20 человек завернули сказали идите делайте себе техосмотры я нашел здесь где делать техосмотры сейчас поедем делать но это просто жесть мы с детьми и этот геморрой выхватывать это конечно печальная история вообще вот мы стоим большой такой командой на техосмотр вообще ребята проезжают все через мойку они были на грязных машинах я машину по-моему показывал вот собственно сейчас ждем своей очереди смысл заключается в следующем что теперь когда вы делаете полис осаго вам раньше вот страховщики выдавали диагностическую карту теперь они ничего не выдают и нужно ехать проходить живой техосмотр представляете живой техосмотр и после этого уже ехать ставить машину на учет но если вдруг вы купили машину то в базе можно проверить есть ли техосмотр потому что возможно предыдущий владелец уже делал техосмотр и вам проходить его не нужно будет кстати сейчас на техосмотре наверное в базу автотеки пойдет пробег и вот я купил машину на пробеге 234 тысячи 325 километров я сейчас сходил оплатил заплатил тысяч рублей есть оплата по карте это уже хорошо и вот ему прям задал вопрос а что говорю неужели нельзя просто заплатить и поехать он говорит нет теперь такого больше нету обязательно техосмотр на каждый автомобиль и они там отражают вообще абсолютно все пункты которые есть я как понял гайцам вообще все равно рычит у тебя машина светит не свете все равно это вот что-то там короче сверху порешали что нужно дань собрать я понял что это теперь так будет работать вот чувак на 4 заехал она ржавая гневая я вот у этого пацана спрашиваю как он вообще будет проходить техосмотр он говорит не знаю и вот что-то вот они решают все мы заезжаем правда я не знаю докуда ехать ладно наверно сказать самое конечно что усложняет всю эту историю это то что дети с нами если бы я просто один бы приехал было бы все здорово а нет не с кем поставить и получается что всем табора мы здесь уже четыре часа и еще час точно потратим сейчас на техосмотр потом еще ожидание документов и еще сейчас попадем как как назло на обед так на что у нас вроде все нормально мы прошли но сейчас финальное будем ждем еще значит проверили тормоза проверили все лампочки туда-сюда что все горело вроде все нормально люк замерил сказал отлично вот надеюсь все будет ништячок из этого дебилизма и что могу вам сказать мы и тачки самостоятельно прошли вот но в целом ништячок а вот этот чувак второй раз приехал на хиллендере короче проходить вот на свежем хиллендере второй раз приехал проходить завел всех своих вовнутрь а я сейчас снимаю номера передний снял осталось снять задние тоже не просто блин так холодно у нас сегодня шлепс и все идем их тоже сдавать самый основной момент сдали доки и ждем и надо еще будет отдать номера баранчук что за так ну все вон пацаны себе схватили по номеру идем ставить на машину все посмотрим как будет выглядеть ну вот так теперь выглядит к сожалению не получилось на рулить зеркалку как на всех машинах у меня было но и так сойдет едем домой устали нереально и самое важное забыл сказать что помните говорил что я не успел распечатать все эти бланки по сути не страшно просто они заявление с госуслуг подтягивают значит бланк страховки я показывал фотографию через ватсап да там что мне присылали и все что касается госуслуги живой очереди здесь был мощнейший парадокс по живой очереди не было но почти никого там 45 может человек а по госуслугам была очередь мы пришли люди которые были записаны 10 они еще не прошли а у нас был на 1030 был уже здесь 40 и как короче все сбивается очень сильно ну наверное как и везде когда записываешься до всегда через одно место устали сильно пишите комментарии пишите поздравление приятно будем почитать машина прошла все проверки кстати мы получили новый новый птс дубликат первый раз жизни вообще я покупаю автомобиль с владельцами больше двух но об этом я расскажу в следующем выпуске когда буду делать обзор на него и делиться с вами насколько это клевая машина и я даже думаю что я многих заряжу смотивируя на покупку такого автомобиля мы с вами прощаемся увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике не забудьте поставить лайк и спасибо что досмотрели выпуск до конца вся наша банда кое-как смогла просидеть там порядка 6 часов да пацаны спасибо вам все мы поехали на бой кушать и и и Продолжение следует...